Здравствуйте дорогие друзья! В этом году компания отмечает четырехлетие казахстанского представительства и в связи с этим мы сегодня встречаемся с Андреем Васильевичем Стефан Кивом, руководителем казахстанского представительства. Мы поговорим о трендах на казахстанском рынке, о специфике потребительского поведения возможно и конечно же мы обязательно поговорим о том, какие задачи текущие стоят у казахстанского представительства и о планах на ближайшее время. Андрей Васильевич, добрый день! Вот вы много времени уделяете курированию работы казахстанского представительства, а скажите, что помогает вам быть в тонусе, как вы все успеваете? Вы знаете, современный мир диктует такие условия, что успешный человек должен быть активным, должен уметь делегировать ряд задач, должен быть мобильным, использовать все современные средства связи и должен все успевать, иначе нельзя. Ну да, это как в сказке про Алису в стране чудес, что нужно бежать гораздо быстрее, чтобы достичь своей цели. Все правильно. Скажите, вы регулярно бываете в Казахстане и какова сейчас там ситуация с потребительским спросом, с трендами на рынке антиэйдж? Именно на антиэйдж, да? Ну надо сказать, что в принципе в Казахстане всегда был высокий интерес, особенно у прекрасной половины человечества, к каким-то современным разработкам, к продлению молодости, к сохранению красоты и косметическим средствам. Поэтому этот интерес всегда был высок. Но последний коронавирусный год, он немножко изменил поведение людей, изменил мышление, и этот интерес, он в разы усилился. То есть даже те люди, которые раньше не интересовались тематикой, сейчас стали активно смотреть за ситуацией на рынке, потому что они переживают и за себя, и за родных. И в принципе можно сказать, что это сейчас тренд. Здоровый образ жизни, молодость, красота, продление активного долголетия, сохранение сил, энергии – это сейчас общий мировой тренд. Ну а Казахстан, можно сказать, всегда этим интересовался. Сейчас этот интерес только увеличился. А как началась ваша работа в этом регионе? Вы знаете, компания пришла в Казахстан с официальным представительством 4 года назад. Но, на мой взгляд, не совсем корректно отчитывать нашу работу в регионе именно с этого момента. Надо сказать, что к моменту нашего прихода в Казахстане уже была сильная команда, был большой интерес к продукции, велась активная работа, и мы приходили не на пустое место. То есть те люди, те лидеры, которые уже на высоком уровне развили рынок, они проделали большую работу. И в Казахстане мы почти 10 лет. Лишь официальное представительство компании, которое я курирую, которая занимается ввозом и уже дальнейшим продвижением продукции – это оно 4 года. А развитие компании в Казахстане началось намного раньше. А что изменилось с открытием казахстанского представительства? Наша задача была решить многие технические моменты. В частности, географические. Россия – большая страна с большими территориями. То же самое можно сказать и о Казахстане. И путь, который проходит товар от производства до склада в городе Москве, а потом еще он, этот продукт, шел до потребителя длительное время. Этот путь мы сократили. То есть сейчас наш региональный склад находится в городе Алматы, в Казахстане. И, например, центры из города Алматы могут получать свои заказы в день в день, а значит и покупатель может день в день получить товар. Какая-то новинка теперь не является недостижимой долгой мечтой, а она выходит почти одновременно с Россией. И для Казахстана, для дилерских центров также и упростилась работа. Если раньше заказ шел из Казахстана в Россию, то это значит внешне-экономическая деятельность, валютное регулирование, сложная бухгалтерия и масса других сложных моментов, в том числе и курсовые разницы. Когда цены на продукт выставлялись в каких-то уе, в рублях и еще в каких-то величинах, они менялись, это тоже не очень правильно. Все-таки успешная большая страна, она заслуживает того, чтобы у нее были свои цены, которые привязаны к местной валюте, в ней номинированы и не меняются каждый день от каких-то там потрясений в мире, в других странах. Соответственно, все эти моменты, их удалось решить. Что позволяет казахстанскому региону успешно развиваться? Как вы считаете, в чем секрет лидеров Казахстана? Знаете, надо сказать, что в Казахстане лидеры, люди, они необычайно открыты. Они очень с интересом относятся ко всем новинкам, ко всему тому, что происходит в мире, вокруг них. Это и технические новинки, и новинки науки, и в том числе, конечно, сейчас и после коронакризиса особенно, это интерес к продукции, которая в тренде, к здоровью, к молодости, к активному долголетию. Те лидеры, которые там есть, они работают чрезвычайно эффективно. Они создают отличные команды, они доносят эти идеи, эти мысли до своих друзей, знакомых, родственников. И это направление очень быстро развивается, в том числе, и, наверное, в первую очередь, благодаря именно такой активности лидеров. Можно, наверное, сказать, что это, наверное, самые активные, эмоциональные люди в хорошем смысле, которые работают в нашей компании. Хорошо. Андрей Васильевич, а какие сложности вы испытываете в работе с лидерами? Если говорить про работе с лидерами именно про регион Казахстан, то, наверное, какие-то сложности являются продолжением и плюсов, достоинств. То есть чрезмерная эмоциональность, чрезмерная, когда она переходит какие-то черты, то она, конечно, идет в минус, во вред. Ведь очень важно в работе, а наша работа – это работа с людьми, то есть от человека к человеку. И очень важно умение общаться, договариваться, понимать друг друга, где-то выслушивать мнение, которое может не совпадать с вашим. И это неплохо, потому что, выслушав одно мнение, второе мнение, высказав свое, попытавшись объяснить свою позицию, есть вероятность, что ваш собеседник несколько изменит свою позицию. Либо вы прислушаетесь к нему, либо в итоге вы сможете найти… Какой-то компромисс. Компромисс, да, компромисс, потому что не может быть какого-то мира, где только одно мнение, оно правильное. Люди разные – это большой плюс. Поэтому очень важно не давать чрезмерную волю эмоциям, чтобы это шло во вред. Вот это можно именно в общении где-то отметить, как момент, который стоит учитывать. Это очень важно. Сейчас многие компании переходят в онлайн в связи с текущей ситуацией, переносят свою активность в интернет-пространство. И, насколько я знаю, казахстанские лидеры очень активны в этом направлении. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее об этом. Да, мир развивается, становится все более технологичным, более мобильным. И вот эта тенденция, она была и ранее. Но благодаря вот этому году заточения, назовем его так, эта тенденция и эта динамика сильно ускорилась. И сейчас очень тяжело в условиях каких-то ограничений полноценно общаться со своими командами, со своими людьми. Поэтому для успешного лидера очень важно использовать все механизмы, все инструменты, которые представлены. И сейчас, конечно, это социальные сети, мессенджеры, возможность проводить вебинары, видеозвонки, общения при помощи телефона, компьютера, либо любых каких-то других современных средств. Без этого нельзя представить какую-то успешную работу. Вы можете быть сегодня в одном городе, а пообщаться, притом посмотреть на человека в другом. Вы можете быть лидером с большой командой, либо вы хотите, чтобы у вас была такая команда. Представьте, у вас команда там 500, 1000, 5000 человек. У вас чисто физически нет возможности всем полноценно уделить время и ответить на вопрос. А всем интересно, все хотят брать с вас пример и тянуться к вам. Поэтому иметь свои YouTube-каналы, иметь свои странички в социальных сетях. Это Instagram, ВКонтакте, Facebook, их много. Это то, что должно быть обязательно. При этом нельзя, наверное, впадать в крайности. У нас все-таки общение от человека к человеку. И это живое общение. Его не заменит ничего. То есть очень важно по возможности сохранять и работу, как мы ее называем, на земле. И в том числе дополнять это работой с современными средствами. Ну вот, современными средствами технологичными, как мы сказали. Даже, смотрите, сейчас пришла мысль в голову. Мы сейчас с вами сидим, общаемся. Это живое общение на природе, за чашечкой чая. Но в связи с теми ограничениями, которые есть, вероятно, запись этого будет уже продемонстрирована через средства, компьютерные сети, интернет. И люди смогут увидеть, послушать. Да, согласна с вами, Андрей Васильевич. Скажите, пожалуйста, вот хотелось бы завесу будущего приоткрыть. Какие перспективы, планы у казахстанского представительства? Планы, как всегда, амбициозные, соответствующие людям в Казахстане и рынку. В Казахстане мы активно развиваемся. Я специально перед нашим общением посмотрел статистику. За последние полтора года рынок Казахстана, цифра, вырос в месячном выражении в 2,5 раза. Это колоссальный рост. Сейчас на рынке считается успешным 10-15%. 2,5 раза это 250%. Все могут нам только позавидовать, а мы со своей стороны должны отметить, что это заслуга не какого-то конкретного человека, либо группы людей. Это заслуга всех. Всех тех, кто работает, продвигает эти идеи. Начиная от тех сотрудников компании, работа которых как бы не видна и незаметна, и заканчивая самыми популярными, самыми успешными лидерами, которые на виду имеют тысячные команды. Все это общий наш успех, и мы действуем в связке. И мы хотим продолжать примерно такое же направление, только развивать его в интенсивности. У нас планируется также продолжать все наши добрые традиции, акции, выпуск хорошего качественного продукта. Мы являемся очень амбициозной компанией и хотим сохранить такие же темпы роста и в будущем. А поддерживаете ли вы, Андрей Васильевич, обратную связь с лидерами и партнерами? Обязательно. С начала работы компании, извините за такое слово, наша фишка – это открытость. Открытость компании. Это и в России, и в Казахстане, и во всех регионах, где мы работаем. Для нас очень важно мнение людей, которые непосредственно занимаются какими-то делами, проектами, которые могут на месте лучше сказать, увидеть ситуацию изнутри. И обратная связь для нас – это, наверное, одна из основ развития компании. Потому что мысли тех людей, советы, рекомендации, да даже критика тех людей, которые непосредственно находятся в гуще событий – это очень важно. Даже конструктивная критика позволяет компании услышать, стать лучше. Могу сказать примерно, что треть тех идей, которые мы развиваем, которые мы вводим в жизнь и реализуем – это именно благодаря обратной связи. То есть мы эти мысли, идеи услышали, нам подсказали, мы доработали, если это потребовалось, и реализовали. И в заключении нашей беседы, Андрей Васильевич, что бы вы хотели сказать казахстанским партнерам, пожелать лидерам в связи с годовщиной? Да, ну, в первую очередь я хотел бы поздравить с очередной годовщиной. Мы поздравляем с четырьмя годами официального представительства, но при этом не забываем, что в Казахстане мы уже более десяти лет, и за это время большое количество людей присоединилось к нам. И я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы с нами. Я хочу пожелать вам здоровья. Это важно. Здоровья вам, здоровья вашим близким, родным, благополучия, терпения, умение слушать, прощать, умение находить общий язык и сохранить ту безумную энергетику. Тот, в хорошем смысле, фанатизм, который есть в Казахстане, который позволяет вам самосовершенствоваться, двигаться, достигать отличных результатов, а нам двигаться вместе с вами и достигать новых результатов, сохраняя ту динамику, которую мы уже достигли. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Васильевич, за интервью. И со своей стороны мы тоже хотели бы пожелать вам успехов в вашем направлении, процветания и долгосрочных отношений, взаимовыгодных с вашими партнерами. Спасибо, Нина.